В первом матче 1-8 финала Кубка России по баскетболу самарская команда на своей площадке разгромила уфимцев. Трехочковые броски уже в первой четверти помогли волжанам захватить инициативу и больше ее не упускать. Плюс 10 после первого периода и плюс 16 после второго. Мы готовились к этой игре. Это важная игра. Кубок России. То есть надо проходить этого соперника, играть дальше. Игры, можно сказать, на вылет, домашние, на выезде. И дома нам надо было большое преимущество сделать, чтобы на выезде вопросов больше не было. Отдохнув, самарцы продолжили добивать соперника. При этом команда вынуждена была играть без двух баскетболистов основного состава. Александр Савенков в лазарете, американец Байден Джексон вне состава, согласно регламенту турнира. В результате Самара победила со счетом 89-59. Главный тренер Уфимца в шоке от цифр на табло. Я считаю, наверное, худшая игра в сезоне наша. Надеюсь, что последняя. Но с таким количеством потерь, с такой низкой процентом реализации, конечно, не то что о победе говорить. Тем более с такой командой речи не может быть. Убедительная победа Самара снимает практически все вопросы об исходе противостояния команд в первом круге Кубка страны. Четверть финалист определится по сумме набранных очков в двух встречах. Сейчас лидирует волжане плюс 30. Должно произойти чудо, чтобы перевес был в пользу уфимцев. Ответное противостояние состоится в Башкирии 13 ноября. Защита наша сегодня неплохо сыграла. И нападением самое главное забить. Мы забили и почувствовали легкость. Соперник, наверное, не поверил, что может сопротивляться именно в сегодняшней игре. Где-то сник и дал нам то преимущество, которое мы в итоге получили. Мужская команда баскет-клуба Самара продолжает борьбу и за медали Суперлиги чемпионата страны. Выездная серия пройдет в Новосибирске и Сургуте. А в Самаре они сыграют только 18 и 21 ноября. Однако большой баскетбол можно будет увидеть в ближайшие выходные. 2 и 3 ноября в 5 вечера в спорткомплексе СамГТУ. Улица Лукачева, 27А. Женская команда баскет-клуба Самара проведет первые матчи в чемпионате Суперлиги 2. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.